Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава первой книги «Царей» или «Царств» для библейского портала «Экзегет». Читаю свой перевод, и главка очень маленькая, и вообще какая-то она ненужная на первый взгляд, то есть если бы ее пропустить, мало что изменится. Зачем, зачем она здесь? 28 глава про Саула, царя Саула, который готовится к войне с филистимлянами, хочет упросить Бога, но Бог ему не отвечает, тогда он упрошает волшебницу, вызывательницу духов, и получает некий ответ, но этот ответ он абсолютно ему не помогает. Вот в 28 главе Саул ведет себя, казалось бы, в интересах своего народа, в интересах своей страны, он стремится разведать, как там вот в духовном мире относятся ко всему, что у них происходит, и вроде бы это очень важно, да, но не тем путем он идет. А Давид, Давид, вроде бы в 27-8 главах он скорее предатель народа своего, он перешел на сторону филистимляна, он скрывается от Саула и бежит к врагам, к врагам Саула, но и врагам всех израильтян, к филистимлянам, и, собственно, там при царе города Гат он живет. И 29 глава вот ровно об этом. Саул с одной стороны за Израиль, а Давид с другой стороны против Израиля. Как же это так? И чем это закончится? И Саул активно действует, он пытается найти свой какой-то путь, а Давид вроде бы пассивно, что ему скажут, то и делает. И получается, что Саул вроде прав, а Давид вроде нет, хотя мы как бы привыкли думать наоборот. Вот 29 глава разъясняет, мне кажется, этот момент. Итак, Давид на стороне филистимлян, и филистимляне идут на войну с его народом. Что делать? Срочно бежать, поднимать восстание, переходить на сторону израильтян, или наоборот идти и сражаться со своими, убить их. А Давид ничего не делает. Давид ждет, чем закончится. Филистимляне собрали все свои войска в Афейке, а израильтяне встали в лагерь ему источника, что в Израиле. Ну, географию мы привычно как бы оставляем в стороне. Предводители филистимлян выступали во главе своих сотен и тысяч, а Давид со своими людьми следовал прямо за Ахишем, вот за царем Гата. То есть он и 600 его человек, это такой боевой ударный отряд лично царя. Филистимские князья стали спрашивать, что это за евреи, то есть вот израильтян. Ахиша ответил князям Филистимским, это же Давид, бывший слугой Саула, царя Израильского. Он со мной уже дни и годы, я не нашел в нем ничего дурного со дня его отпадения от Саула и по сей день. Но князья Филистимские негодовали на него и говорили, отошли этого человека назад, пусть возвращается в свое место, которое ты определил ему. Незачем ему идти с нами на войну, а не то на войне он станет перебивщиком от нас. Да, помирится со своим господином, выдав ему головы наших людей. Разве это не тот самый Давид, о котором распевали в хороводах? Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Филистим ли не против? Вот и решение. Давид ничего не делает, но ситуация сама складывается. Или Господь так делает, что Филистим ли не сами отказываются от его услуг. Вот, собственно, разница между Саулом, который идет куда хочет, делает что хочет и сам все определяет, и Давидом, который доверяет Богу, разрешить эту ситуацию, оставаясь при этом вот в тех рамках, которые Господь наметил и поставил. Он не будет воевать со своим народом никогда. Просто он еще не знает, как Господь сделает, чтобы ему этого избежать. Ахиш призвал Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен предо мной, и во походах ты действовал для меня на благо. Я не нашел в тебе ничего дурного со дня твоего прихода ко мне и вплоть до сегодня, но не нравишься ты правителям филистимским, так что возвращайся, ступай с миром, не зли правителей филистимских». Давид ответил Ахишу, «Ну что же я сделал, что нашел ты дурного в рабе твоем со дня моего прихода и вплоть до сегодня, чтобы не ходить мне на войну с врагами господина моего царя?» Ахиш сказал ответ Давиду, «Конечно, для меня ты хорош, как ангел Божий, но князья филистимские говорят, незачем ему идти на войну вместе с нами. Так что рано поутру ты и слуги господина твоего, пришедшие с тобой, рано поутру, когда рассветет, отправляйтесь в путь». Утром Давид со своими людьми ушел обратно в землю филистимскую, а филистимляне направились к Израилю. Надвигается развязка, и что же произойдет? Одна и та же война, но две очень разных истории. История Саула и история Давида. Вот об этом две последние главы этой книги. История Саула и история Давида. История Саула и история Давида.